Альберта Эйнштейна Альберта Эйнштейн Альберта Эйнштейна Альберта Эйнштейна предложил, точнее, завещал свой мозг науке. Вот он, мозг Альберта Эйнштейна. Возможно, секрет его гениальности кроется в нейронах, в синаптических связях, либо в анатомической структуре мозга. К сожалению, после тщательного изучения мозга Альберта Эйнштейна мы обнаружили лишь ярко выраженную боковую борозду, которая отвечает за пространственное мышление. Некоторые считают, что это отвечает за математическое мышление. Короче, это якобы говорит о том, что он может неплохо, считать в голове или в своем сознании перемещаться в пространстве и времени. Психологов это не удивило, потому что психологам давно известен так называемый психофизический парадокс, что нет взаимосвязи между тем, как работает наш мозг, с тем, как, соответственно, работает наша психика. Потому что мы на мозг пытались смотреть, как будто это набор проводов. То есть простая аналогия, можете ли вы, анализируя электромагнитную активность из проводов компьютера, сказать, во что играет человек, ведьмака или у него зависли ссылки в Google Chrome. Нет, не можете, можете сказать, компьютер работает, либо не работает, больше потребляет энергии или меньше потребляет энергии. Поэтому подход физиологов казался тупиковым. Самую лучшую иллюстрацию именно такого подхода, когда пытаются биологизировать поведение человека, высказана цитата Виктору Михайловичу Малахвердову, доктором наук, «В мозге мыслей нет». Откройте мне черепную коробку и покажите, где же там есть мышление. Психологи пошли другим путем. Они создают интеллектуальные модели работы нашего мозга. Как же интеллект связан с успехом, и можно ли по уровню интеллекта сказать, что вот человек будет гением и многого достигнет. Здесь также мы забрели в тупик. Во-первых, мы не знаем, какой уровень интеллекта был у Альберта Эйнштейна, где-то там 160-190 по биографическим данным можно левым образом пытаться посчитать. Но он никогда не заполнял нормальные тесты на интеллект, и результаты считаются, в принципе, конфиденциальными. Но ответ у нас есть в истории. Это Мерлин Фоссавант. У нее уровень интеллекта 226. Грубо говоря, самый умный человек на Земле. Чем занимается самый умный человек на Земле? Журналист средней руки, колумнист. Никаких успехов она не достигла. Значит, секрет гениальности и успешности Альберта Эйнштейна кроется в другом интеллекте. Во время своего тура, еще до поездки в Америку, Альберт Эйнштейн посещает Японию, где японцы посвятили ему, рассказали их разработки в области интеллекта. Они сказали примерно следующее. Альберту Эйнштейну don't know. Вы когда-нибудь слышали про социальный интеллект? Точнее, правда, будет интеллект в их случае. Собственно, Эйнштейн спросил, а что же это есть? И они дали ему ответ. После этого ответа Альберт Эйнштейн устраивает огромнейший тур по США. Его встречают буквально как рок-звезду. Он был второй по узнаваемости, популярности человек после, соответственно, Линдберга. Линдберг первый, кто пересек Атлантику на самолете. В голливудские звезды президента были далеко позойти из узнаваемости Альберта Эйнштейна. Он читал лекции для абсолютно разных социальных групп, абсолютно перевернув мир с ног на голову. Вот евреи читают лекцию афроамериканскому населению в 30-е годы, когда их, соответственно, еще разделяли. Эта фотография поразила весь мир, направив нас в правильное русло мышления. Только в 20-м веке. Он, естественно, читал лекции, открытые в колледжах для студентов, но он сам никогда не любил читать лекции в университете во время своей работы там. И также читал для самых высших кругов. Но зачем же он это делал? Кстати говоря, он является холдером самой главной книги Григория Гиннесова. Он выдал лекцию, премию, за самую большую научно-популярную лекцию. 8 тысяч человек посетило, 4 тысячи осталось за бортом. Зачем же он читал эти лекции? Ну, наверное, первый ответ, который сразу приходит в голову, что он пытался таким образом объяснить свои концепции, что он это сделал успешно. Здесь я процитирую Чарли Чаплина. Чаплин сказал следующее. «Мне Чаплину аплодируют, потому что меня понимают все. Вам, Эйнштейну, аплодируют, потому что вас понимает никто. Несмотря на то, что каждый таксист обсуждал Е равно МС квадрат, никто на самом деле не понимал, почему же это является революцией и переворотом. Может быть, Эйнштейн просто был великолепным оратором, который замечательно мог прочитать абсолютно любую лекцию. Вот его голос. Жесткий немецкий акцент читает с листка, но при этом срывает бурю оваций. Это он еще рассказывает про искусство и про свободу. Представьте, если он читает про физику. Что же ему рассказали японцы, что заставило Эйнштейна тратить свое время и силу на то, чтобы читать такие научно-популярные лекции? Они сказали следующее. Дело в том, что во время Большого взрыва японцы уже, естественно, читали Эдгара Алана Пой и знали о Большом взрыве. Появилось большое количество разных элементарных частиц, которые сейчас изучают в Большом Адронном коллайдере. Кварки, глионы, лептоны, чуть позже электроны, а также еще одна частица – интеллектоны. Интеллектоны – это частицы интеллектуального потенциала, которые взаимодействуют с вашим головным мозгом, с вашими нейронами. У кого больше интеллектонов, тот лучше использует потенциал головного мозга. Пока что, может быть, не сильно понятно, потому что думайте, как электроны. Электроны и интеллектоны, в принципе, более-менее понятны, как метафора для 10-минутного выступления подойдет. И вот, что Альберт Эйнштейн пишет про интеллектоны. Я быстро пробегусь здесь, соответственно, вам должно быть все видно. Мы находимся в положении ребенка, зашедшего в огромную библиотеку, заполненную книгами на разных языках. Он не понимает языков, на которых они написаны. Ребенок смутно подозревает, что в расстановке книг есть таинственный порядок, но не знает, какой. И вот в этой библиотеке вы будете ориентироваться, и лучше будет ориентироваться тот, у кого больше запас интеллектонов. Вот что говорят ему японцы. Они говорят, есть два пути. Есть путь монаха и есть путь Сократа. Путь монаха крайне прост. Известен любому человеку, который изучал медитацию, знает, что это дзен-буддизм и так далее. Вы очищаете свое сознание, позволяя интеллектонам недолопасть, и вы таким образом поддерживаете свой интеллектуальный потенциал и интеллектуальное долголетие. Долгий, нудный путь медитации, сбора интеллектонов из космоса. И есть путь Сократа. Сократ занимался тем, что собирал вокруг себя учеников, и он использовал технологию выбивания интеллектонов. Выбивание интеллектонов, вот как оно выглядит. Ваше интеллектонское поле попадает, вот это электромагнитное поле, которое вокруг вашего мозга, оно начинает захватывать интеллектонское поле других людей. И тот, у кого есть возможность говорить, как у меня сейчас, будет выбивать ваши интеллектоны, те будут отбиваться об заднюю стенку и падать сюда на сцену. Таким образом я буду заряжаться вашим полем. Вот оно возвращается обратно. Об этом уже знал Альберт Эйнштейн. Об этом не знал Коперник. Но именно благодаря интеллектонам Коперник смог выпустить свою книгу о вращениях, забрав интеллектоны у его ученика, единственного уретика. Именно Абет это сделал Чарльз Дарвинс. Сначала забрав интеллектоны у капитана корабля Бигль, господина Фицрой, а потом уволился, опубликовав и сделав несколько изданий своего происхождения видов. Вот видите, он забрал интеллектон у одного и прокачал себя, чтобы издать новый научный труд. Именно это сделал Исаак Ньютон, забрав интеллектоны у Гука, опубликовав свои законы. Гук говорил, что это его законы, но ничего не смог доказать, потому что он уже потерял свои интеллектоны. Единственная здесь проблема, которая произошла, в том, что когда Гук умер по естественным причинам, Ньютону нужно было найти источник интеллектонов. И из-за того, что он не смог найти себе достойного человека, и он не знал еще об этой японской системе, Ньютон начал сходить с ума и искать стандарту второго пришествия. Ее даже пришлось из университета выслать в Лондон, чтобы он уже не позорился. Есть еще один метод, и метод выбивания интеллектонов у ученика. Альберт Эйнштейн о нем думал, но решил, что это слишком опасно. Вот в такой компании может быть кто-нибудь, кто умнее тебя. Например, Мария Кюри. Две Нобелевских премии. И Эйнштейн решил не ставить себя... Тут еще есть Шрёдингер, и Бор есть. Большая компания. Это всегда рисково. Потому что ученик всегда превосходит ученика не просто так. Поэтому Эйнштейн боялся стать таким вот ученым, который столкнулся с другим, потерял свой интеллектон, и при этом он остается всегда такой же уверенный и несет чушь со сцены. Он пошел другим методом. На этой фотографии есть еще некоторый принцип интеллектонов. Я предлагаю его запомнить. Видите, здесь Эйнштейн очень грустный. Это он сидит с дочерью Марии Кюри, также Нобелевским лауреатом. Еще ее муж был Нобелевским лауреатом. Значит, что Мария Кюри передала интеллектоны своей дочери и, соответственно, своей семье. Какой же метод нашел Эйнштейн? Какое же пришло ему в голову решение? Читать научно-популярные лекции. Безопасная среда. Ученые на них не ходят практически, кроме спикеров. Можно набирать интеллектоны, делая хорошие дела, и быть в абсолютно безопасной ситуации для себя. Таким образом, он понижает немножко уровень интеллект. Знаете, это ощущение? Вышел с научно-популярной лекции и говоришь, я ничего не понял. И повышаешь свой собственный уровень интеллектуального потенциала. И именно по этой причине, дети, Альберт Эйнштейн читал научно-популярные лекции. Спасибо за внимание.